кто не любит кавказскую кухню это хинкали хачапури обилие зелени присоединяйтесь мы будем готовить это изобилие у вас на кухне будьте вместе с нами для начала мы купим продукты ни одно кавказское блюдо не обходится без зелени особенно без кинзы выбирайте самые яркие листья и самое главное чтобы незабываемый аромат кавказа сам лекарства какие классные помидоры у вас я беру я беру вас не вот это беру и вот это беру кетчупы соусы и майонезы три желания готовим для родных привет дорогие друзья с вами снова самое вкусное шоу страны магия кухни я талгат агбергенов и сегодня мы будем путешествовать по хлебосольному кавказу а помогать будет не не скрою того мой очень хороший друг композитор певец и он поет классные песни рэми бикир рэми проходи пожалуйста к нам в студию рад тебя видеть приветствую спасибо и скажи пожалуйста представь своих друзей таких очаровательные молодые люди буду рад с ними познакомиться ну во первых салим казахстан это мои друзья хусейн мой близкий друг брат рядом с ним очаровательная мадина очень хорошая девочка с ней познакомился на съемках вот они сегодня будут мне помогать очень приятно друзья а сегодня сегодня у нас вот не скрою того рэми бикир предложил когда мы готовились передачи и мы всегда повара ищем какое-то вдохновление и конечно же у гостей мы спрашиваем что как да вот чтобы вы хотели там при страсти у кого-то даже бывает аллергия на какие-то продукты и поэтому вот рэми сегодня мне посоветовал вот именно вот эту кухню кавказа и мы дальше пошло поехало то есть он предложил приготовить хачапури 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 то есть сыром сыром такие домашние кавказские будут на сегодня хачапури а здесь у меня набор продуктов для нашего второго блюда здесь у нас уже присутствует бонфиле говядина говядины это самая нежная часть животного которых мясо готовится очень быстро здесь у нас баклажан ну и как же без нашего генерального партнера это компания евразиан food corporation с такими марками как три желания шедевр золотые горы который правда очень радует меня на кухне думаю всех хозяев хозяек нашего казахстана используйте рекомендую я но очень-очень экономит ваше время это соус грибной сегодня три желания здесь у нас молодой картофель очень-очень молодой мы его предварительно нот почистили помыли будем запекать его прям шкуре морковь ярко оранжевого цвета лук и снова наш молодой картофель но прежде чем приступить приготовление мы начнем с самого такого трудоемкого да не трудоемкого в процессе который занимает более времени то есть нам нужно для хачапури чтобы тесто у нас поднялось конечно и для этого мы будем использовать нашу любимую муку с нашим одноименным названием магия кухни реми используй вот прям вот хорошо вам советую рекомендую тесто 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 поднимается очень быстро и вы сами сегодня в этом убедитесь нам понадобится сегодня емкость воду мы уже предварительно подготовили да то есть я люблю готовить пиццу но прежде чем вот когда вот мы с реми обсуждали да я спросил досконально что какие там может быть сам скажешь как что я буду делать конечно мы берем муку мы берем муку добавляем ее вот в эту емкость делаем сначала опару да опару да для этого нам нужна вода сами дрожжи маргарин 50-70 граммов несомненно ложка соли чуть-чуть сахара можно то есть мы это все можем сделать вот в этой емкости уже да и потом уже долевать нет мы можем здесь допустим сбоку сделать чуть-чуть а вот так мама моя делает да супер ну да мама мама это самый мама мама да кстати привет привет огромной маме спасибо за рецепт пару здесь сначала добавлю что дрожжи дрожжи ложку даже дрожжи ну вот так вот на глаз чуть-чуть растительное масло оно у нас будет такое твердоватое это на пицце будет использоваться в данном случае здесь у нас маргарин наверное чайной ложки чуть-чуть достаточной чайной ложки присаливаем присаливаем еще даже можно побольше соли еще можно побольше соли а вот сахара как раз таки поменьше чуть-чуть всего чуть-чуть сахара ничего мы не забыли и добавляем воду делаем опару до небольшого количества и вмешиваем настаивается да вот здесь минус 15-20 и хватит я думаю промешаем сделаем опару если нужно будет воды добавим еще да это однозначно воды добавляем чуть-чуть и накроем минут 15-20 забудем забудем да не совсем забудем на 15 на 20 вот такое вот у нас тесто я смотрю ты так ловко это все плуты сам готовлю временами готовлю конечно когда мамы дома не бывает я за кухонную плиту очень люблю делать омлеты очень легко получается завтраки да легкие быстро еще что ты готовишь вот чем ты угощаешь своих друзей знаю вот гости часто у вас дома гости вот салат хачапури салатами хачапури всегда по-разному накрываем тесто салфеткой и убираем в теплое место и приступаем к нашему второму блюду то есть тем самым мы сэкономили время да и можем заниматься дальше нашим процессом для хачапури будет использоваться у нас сыр салугуни алдыгейский на будем его натирать на терке а пока мы начнем с того чтобы не марать наши доски дал сырым продуктом нам придется нарезать вот молодой картофель берешь картофель и вот такими дольками вот такими дольками нарезаем еще даже можно отлично да отлично чтобы они были все у нас одинаковые все ты занимайся картофелем хорошо я займусь морковью морковь я сделаю чуть помельче наверно потому что она дольше запекается опять он за свое вот соберу урожай будет зима сытая что упахался мечтать заживем мы с тобой маня вот лучше поешь по настоящему и заработать натуральное сливочное масло и сливочек ядреных приготовленное такое ароматное и вкусное масло золотые горы настоящее как обещали вот ты очень творческий и разносторонний одаренный человек но вот твои стихи я бы так про себя не сказал бы твои стихи да они вот иногда прям прям вот иногда прям так берут задушку да может даже меня даже меня даже тебя ну немного грустно но все таки я прочитаю для на моих самых любимых красивых дорогих девочек всякое в жизни бывает все расстаются и по этому поводу я написал стихотворение чтобы как-то утешить девушку но не свою я имею ввиду так называть стихотворение забудь его давай забудь его он больше не придет не надо вовсе пред собой унижаться сыну твоей любви тогда поймет когда пред совестью придется принижаться забудь его и вспоминать не смей гуляя в осени держа разбитость рядом ты помни то что после всех дождей лучами солнце греет своим взглядом вау супер конечно да я бы добавил еще забудьте вы но не забудьте вкусно приготовить любой мужчины всегда через желудок и появится тот самый новый родной единственный да который оценит всю тебя по полной значит здесь у нас мы присаливаем наши твердые корнеплоды да баклажан я уже нарезал все здорово перчик и конечно же наше любимое масло шедевр масло шедевр можешь взять ложку все это хорошенько промешать да где ложка здесь ложки промешиваешь времена я знаю что вот рецепт этот подсказал тебе все таки мама что еще конечно интересного я знаю что вообще кавказские мамы не самые-самые такие нет во первых все мамы это мамы мы их всех любим в зависимости от национальности с кавказа или нет в общем я что хочу сказать дорогие мамы будьте счастливы все живите долго и вечно а то что мая мама готовит это да она готовит очень вкусно всегда разнообразно у него просто большой ассортимент в этом плане то есть она может готовить не только кавказскую кухню но и там хаурдак сделать по-казахски что-то там беспармах например какие-то там чеченские блюда турецкие блюда грузинские блюда уйгурские блюда то есть у нас в этом плане всегда все разносторонне и по тебе так особо в принципе не скажешь что я просто слежу за собой поэтому я не главное друзья следите за фигурой не забывайте вкусно и правильно питаться но при этом нужно заниматься спортом конечно чаще здесь время смотри вот друзья здесь мы вот нарубили наши овощи добавили масло столь перец а баклажане тоже слегка взбрызну обязательно там осталось слегка 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 и отправлю запекать духовку духовка у нас уже раскалена 200 градусов сейчас убавим ее на 180 а сколько по времени будет буквально минут 15 максимум 15 минут лишнее мы уберем и сейчас я приступаю к мясу мясо кстати ты рами можешь пока натереть сыр для наших а чапури тесто у нас подымается возле тебе паскуда наверно наверно вот это наверно да ну сейчас еще можно по не весит половинку того половинку того там смотри я нарезаю лук для обжарки нашего мяса да как раз да по половинке будет достаточно я думаю на эту что нарезаем мясо по ходу убираю вот эту тонкую пленку которая нам в принципе не понадобится а какие бы блюда хотел еще сам вот научиться готовить что-то еще не умеешь на кухне нет во первых я многого не умею умею хочу пурри несколько других блюд начну с этого да а по поводу то что хочу научиться не очень всегда была интересна итальянская кухня кроме пиццы что-то там еще и хотел бы что я думаю что в будущем я все-таки попытаться на самом деле на самом деле то есть очень богатая она такая сельско деревенская и я думаю вот те изысканные рестораны которые там подают вот изысканно сюда итальянцы народ очень такой вот фееричные такой изысканный утонченный но при всем при этом они никогда не забывают свои корни то есть это конечно не деревушки вот эти да где добрые добрые старенькие милые бабушки готовят и на самом деле там так вкусно супер итальянская кухня да она огромная как и любая кухня в принципе можно сюда что-то дополнить добавить еще небольшой кусочек мяса я возьму скоро наше уже раскаляется там у нас все шкурчит шумит добавляем небольшое количество масла буквально там не полную столовую десертную ложку я подсказал отправляем наше мясо для закова обожаю этот звук мясо должно быть конечно же ну красивого такого не ярко-красного до такого живого красного цвета пускай даже будет где-то бледноватым но чтобы не было без подтеков в данном случае да вот смотрите у нас оно не тихет не не слоится никак абсолютно да это говорит о том что на свежести продукта первый критерий это вот свет и конечно же обоняние запах это должно мясо должно пахнуть мясом но ни в коем случае там не каким-то другими там посторонними неприятными запахами добавляем лук увеличивая огонь увеличивая прям жарко стало пылу жар да у нас духовка все это у нас тушится прослушивается мясо уже приобрел свой колер цвет для хачапури в принципе у нас тоже все готово мясо тушится здесь у нас находятся значит еще сливки 33 процентные такие вот густые и еще у нас сливочный цвет плавный сливочный цвет может любой подойдет абсолютно видите у нас все один вы спрашивали о секрете да о секрете как выбрать мясо и здесь еще дополню еще один такой секретик как приготовить мясо чтобы он оставал сочным еще заметили я раскалил сковороду да мы раскалили и потом уже добавили сразу я не мешал чтобы белок весь не выходил то есть мы запечатали со всех сторон наши вот довольно таки там ну не маленькие кусочки да и у нас практически не здесь жидкости плохой показатель когда у тебя выходит жидкость из мяса из продукта то есть это все самое ценное и полезное которое должно попасть к нам в организм а не куда-то улетучиться и выйти и здесь именно вот этот процесс происходит промешиваю сейчас я добавляю сливки что это будет доходить сливках добавляя небольшое количество буквально десертная ложка сыра промешаю хорошенько как начнет испаряться наша жидкость в принципе наше мясо уже будет готово и добавляем наш грибной соус можете добавить грибы целиком но вот почему-то вот сегодня мне захотелось вот сэкономить время благодаря вот этому замечательно грибному соус добавим еще даже то есть это не майонез это именно вот соус на столе делать использованы самые натуральные ингредиенты грибы масла очень-очень много здесь грибов кстати вот они прям крупицами идут выходят у меня здесь наше мясо тужится и я думаю самое время сейчас перейти нам к нашему блюду от рэми хачапури от рэми и буквально нам нужно будет его запечь или как сковородке как будем делать как сковороде есть два варианта можно его запекать в духовке в духовном шкафу и можно запекать к сковороде мы сегодня будем делать это дело в сковороде дорогие друзья оставайтесь с нами и мы вернемся с вами буквально через минуту уже с готовым жарким и в процессе приготовления наших хачапури жаркое картофель нарезать дольками морковь кубиками посолить поперчить добавить растительного масла перемешать выложить на противень а рядом нарезанный баклажан сбрызнуть маслом убрать в духовку на 15 минут лук нарезать полукольцами мясо небольшими кусочками на раскаленной сковороде обжарить мясом посолить добавить лук перемешать плить сливки добавить плавленого сыра и грибного соуса довести до кипения тушить до готовности мясо в блюдо выложите овощи мясо и тщательно перемешать жаркое готово приятного аппетита друзья и снова мы с вами вместе и мы продолжаем готовить нашу кавказскую кухню с реми мы замесили тесто вот она получилась у нас такое нежное в принципе как и рассчитывали 15 20 минут мы его слегка вот подмяли сделали и реми пожалуйста все образы правления тебе можешь готовить здесь вот у тебя сыр доска стол мы подготовили с вот мука для присыпки можешь приступать спасибо за доверие я буду это всем мне спасибо говорю за доверие что доверили все это мне сейчас нам нужно будет кусочек теста буквально руками вообще руками да руками 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 вот столько мы это все сначала присыпаем сюда чуть-чуть муки угодно вот так не жалея все ну тебе часто угощают этим блюдом этим блюдом можно сказать часто да часто да вечно голодный приходит брат еще нибудь покушать сегодня мы на корме братьев и сестер все я прихожу и горбат есть что он перекусить все все конечно брача с 5 минут и боляна и поляна накрыта придаем такой вот округлую форму окружности немного можно я буду повторять да конечно было бы вообще здорово сначала вот присыпай присыпай даже не жалею присыпаю то есть это блюдо где вот чувствуется энергетика рук да это все тепло и тесто такое посмотри вот у нас вот такой воздушный сейчас да у меня просто грубо получая получается руками но ее надо более как-то воздушно мягко мне очень сильно не давить да чтоб тесто было таким не сильно таким тугим да да это прав так далее получается когда мы придали вот такую вот форму ты еще чуть поделай угу поделаю угу делай 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 я буду повторять да я в принципе все ты начинай а я перейму да все хорошо когда мы придаем тесто такую вот форму далее дело за малым берем ложечку кладем сюда сыр еще даже чуть-чуть вот можно угу чтобы побольше оно было сковороду я могу уже включать и раскалять уже надо хотела сказать об этом пока поставлю на небольшой огонь сковорода друзья у нас сухая такой средний огонь можно в принципе вот такой да масла нет масла не добавляем я думаю можно уже сыр ложку сыра сыра даже можно побольше сыра в принципе ну я думаю ложка здесь хватит чуть-чуть у нас сейчас и сюда немного вот мама скажет что у толгата получилось хорошо у меня чуть поменьше ну да ладно сюда сделаем сыра побольше угу достаточно да еще чуть-чуть теперь это закрываем или вдавливаем смотри ага сейчас очень интересный процесс мы берем за бока угу и волнообразными движениями мы вот так вот одну на друг другу на другую как бы лепим лепим да вот так вот при этом нам воду вот 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 масло не нужно добавлять ничего не надо да да просто лепим аккуратно угу так потуже потуже прижимаем да друг другу должно быть отверстие остаться должно в конце отверстие но мы ее будем закрывать угу для этого нужно аккуратными волнообразными движениями правильно мне кажется все это да 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 угу все это слегка вот а отверстие какое должно быть пять копеек там двадцать копеек всегда по разному главное чтобы она была максимально маленькая закрыться а все понятно чтобы в конце было удобно закрывать хорошо вообще кавказская кухня очень-очень такая трудоемкая я сказал бы но при этом когда вы садитесь за этот накрытый богатый стол это такой кайф да смотри теперь ты берешь в принципе что получилось сейчас у меня сейчас у меня очень большое получилось ничего получается так теперь мы это отверстие просто закрываем закрываем да вот так вот уже в конец чтобы она полностью у нас закрылась прям 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 а вот вот она секрет видите я тонко его как бы распластал да тесто а вот я вот начинаю подтягивать оно начинает у меня как бы рваться да у тебя вот оно потаще было поэтому желательно чтобы тоненько не было да чуть-чуть потолще но чтобы не переборщить ничего ничего ну вот так закроем все нормально да далее просто мы берем муку угу сверху это подсыпаем смотри угу можно не жалеть ее и вот так вот о супер супер отлично муку угу буквально чуть-чуть чтобы она угощал такой кайф мне кажется и в какой размер сковорода у нас уже сковорода готова мы ее теперь смотри делаем отдельно сюда муку немного вот отдельно да мы берем вот этой стороной где мы где у нас было отверстие да мы ее просто переворачиваем сюда вот так вот все даем настояться ага минуты две-три минуты две-три да пока у нас сковорода сейчас сковорода у нас в принципе готова придадим и это прямо в таком размере все это запекается да не в таком размере ладно нужно раскатывать она будет у нас как бы немного большой прям ш а не что если вот начнет сыр выходить у нас из я думаю не будет а cheating может ticking я вот свою вот так руками сделаю нет желательно сыр должен равномерно распределиться по всей поверхности я постараюсь segregated Ну давай попробуем руками, ты руками, а я так. Тогда ты лучше вот маленькую возьми, чтобы большую мне было удобнее делать. О, тесто нежное такое получилось, прям нежнейшее такое. Самое главное, чтобы тесто не было тугим. Вот запомнили, да, увидели нашу консистенцию, когда мы делали опару. Можно даже побольше воды, муки можно всегда добавить. И вот оно такое у нас нежное получилось. Что ты рассказываешь уже, или мы уже можем отправлять? Во-первых, надо было просто дать время настояться, но я думаю, что уже, в принципе, можно начинать. Оно все быстро, на самом деле. Да. Теперь мы берем и раскатываем это все. Вот так вот. Переворачиваем в бок. Ох, классный у меня сегодня гость, я вообще, вот минимум работы у меня сегодня. И вдохновил, и подсказал, и как бы... Супер. Самое интересное, фирм у нас никуда не вылез, он весь остался в тесте, внутри, да? Да, да, это вот фишка хачапори. Все, пошел легкий дымок от сковороды. Все, можно уже... Масло, ничего не нужно. Ничего не надо, масло в конце. Ну, с Богом. Можно еще его в духовке готовить, так же? Ну, в принципе, можно и в духовке, а вообще желательно на сковороде. А как мы будем понимать, что оно уже готово у нас? Ну, будем потихоньку как бы наблюдать за ним, то есть поднимать, смотреть там, когда начнется вот этот вот сам процесс жарки. Вот. Будем переворачивать. Если он будет набухать, будем его тыкать ножом, чтобы... Набухать и вздуваться, да? Да, чтобы он вздулся. В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир. Выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных. А родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы – три желания. Готовим для родных. Кручу-верчу хачапури наш. И сейчас я буду, наверное, аккуратно переворачивать его. Аккуратнейшим образом переворачивать. Вот. Вот оно, вот он секрет. Главное, чтобы она не подгорела, понимаешь? Время, она уже у нас готова. Все, можем вкладывать. Я отправляю. Как классно, то, что без масла все-то хорошо отскакивает. Да, здорово. Даже не подгорело так особо. Давай, я начну. Вторую можно, да. Вторую отправлю. И тем временем, пока вот я предлагаю тебе спеть. Пока вот я вот послежу. Да, здорово. Давай, давай, дирижерские палочки отдай мне. И вот какую песню ты вот купишь? На турецком языке я люблю петь на турецком. Я постараюсь, чтобы всем понравилось. А я буду следить нашим приготовлениям. Она не сводила. Она не сводила. Классно, супер. И обязательно сливочное масло мы используем. У нас такой творосик здесь беспорядок. Все в муке. Но мука это высшего качества. И не менее высшего качества у нас масло используется. Пока вот наш хачучий. И по поверхности. С температуры. Можно прям рукой? Да, без проблем. Масло там еще пригодится, да? Я его далеко не буду брать. Да. Вот прям рукой. Вах, вах, вах. Вот теперь я понимаю значение слова вах, вах, вах. Вот здесь оно прям в самую, в самую... В самую тему, да. В самую месту прям. Вах, вах, вах. Нам остается сервировать наш гостеприимный кавказский дастерхан. Жаркое наше готово. Хачапури подходят тоже. И буквально через какое-то мгновение вы можете с нами вместе попробовать все наши рецепты на вкуснота.кзет и, конечно, на телеканале Хабар. Мы всегда с вами, Нибир Кучач. Хачапури для опары. Дрожжи и маргарин смешать с небольшим количеством муки. Посолить, посахарить, добавить воды, тщательно перемешать. Накрыть салфеткой и убрать в теплое место на 15-20 минут. Затем замесить тесто. Оно должно получиться не тугим. Руками сформировать небольшие кружки, выложить тертый сыр и запечатать. Затем аккуратно раскатать. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде до золотисто-коричневой корочки. Готовые хачапури смазать сливочным маслом. Приятного аппетита! Дорогие друзья, мы вернулись уже к готовому, накрытому Достархану. Дорогой Реми, я благодарю тебя. И, конечно же, я благодарю твою маму за это замечательное. Спасибо огромное. То, что вот и твои друзья, и у вас такой хлебосольный Достархан. И, конечно же, вот огромный-огромный привет твоей маме. Спасибо. От нас, от нашей программы, от нашего генерального партнера Евразиенс Фуд Корпорейшн с марками «Три желания». Шедевр, «Золотые горы», здесь и горчица, и сгущенное молоко цельное. И, конечно же, масло «Шедевр». Огромный привет! Наслаждайтесь, пользуйтесь этими продуктами. Спасибо огромное. А вас, друзья, я приглашаю пробовать наше блюдо. Вот здесь вот наши приборы, ложки, вилки, кому как удобно. Кто с чего начинает здесь. Спасибо огромное. Напомним, да, что мы здесь делали. Кушайте, не сняйтесь. Я пока перечислю все продукты, которые, ну, хачапури вы уже, я думаю, все запомнили, да? Мы сделали опару из теста. Я не буду. Добавили сыр. Жаркое мы взяли бонфиле говядины, притушили, затушили. Овощи мы отдельно запекли в духовке. И вот у нас сегодня получился такой кулинарный очередной шедевр от Рэми, от его друзей, от нас, от магии кухни. Кушайте, наслаждайтесь. Пробуйте. Дорогие наши телезрители, и пришло время, к сожалению, прощаться. Но вы всегда можете нас увидеть на телеканале Хабар. С вами был Толгат Акбергенов. И самое вкусное шоу страны – магия кухни. Дорогие наши телезрители, ищите. Дорогие наши телезрители, ищите. Игорь Негода. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Дорогие наши телезрители, ищите. Дорогие наши телезрители, ищите. Дорогие наши телезрители, ищите. Игорь Негода.